Всем привет, друзья! С вами Джонни и это 27-я серия нашего пути до сета аксессуаров за 25 тысяч АЗ коинов. В прошлой серии, как вы знаете, я купил целые две кастомные фуры и сегодня я решил проверить, где же гораздо выгоднее работать. На сервере Сан Андрес или на острове Вай Сити? Присаживайтесь поудобней и обязательно не забудьте поставить лайк, ну а также оформите подписку, если вы до сих пор не подписаны на мой канал. Также, если кто вдруг не знает, я играю на 16 сервере Аризона РП Гилберт, ссылочку на скачивание лаунчера вы найдете в описании. И чтобы получить как можно больше бонусов уже при старте игры, когда будете регистрировать новый аккаунт, указывайте мой никнейм в поле пригласившего вас друга, ибо за это на пятом уровне вы автоматически получите 300 тысяч. И также на пятом уровне указывайте самый топовый и прокачанный промокод на сервере, решеточка стар, за него вы получаете системно 720 тысяч. Ну а если отпишите мне вконтакте, я докину еще один миллион. Ну все, друзья, желаю вам наиприятнейшего просмотра. Ну что ж, нахожусь я прямо сейчас на острове Вай Сити, к сожалению, худ у меня так и не начал работать, поэтому обойдемся без него. На данный момент у меня наличными 63 тысячи 29 Вай Сити доллара. Отправляюсь к своей фуре, решил я ее припарковать прямо рядом со входом на базу дальнобойщиков, скоро вы поймете для чего именно. Ну и также, как вы знаете, в прошлой серии я поставил фулл тюнинг на нее, залетаем внутрь, подходим к этой метке и начинаем работу на личном грузовике. Подходим к желтой меточке, нажимаем сигналить и выбираем материалы для оружия. Ну и после того, как мы зацепили наш прицеп, все то же самое, что и на обычном сервере, нам следует ехать по указанным меткам. И также, друзья, давайте посчитаем по времени, сколько обойдется нам один рейс. Начал я его в 9.46, по дороге со мной вроде бы никаких приключений не случилось. Весовой контроль я решил не проходить, и что мы видим? Завершил я этот рейс от начала базы дальнобойщиков до точки сдачи груза за 4 минуты. Получил я за этот рейс 3960 вайсити доллара. На сервере Гилберт, курс продажи одного вайсити доллара составляет 123 доллара. И это получается, что за этот рейс я заработал 487 тысяч. Это на моем сервере. Но есть сервера, где курс продажи вайсити доллара гораздо больше. Ну и понятное дело, уже в зависимости от курса, заработок будет разный. Но даже так, 500 тысяч за 4 минуты, это неплохо. Хотел я вернуться обратно, и тут у меня закончилось топливо. И то, что мне не нравится на вайсити, это тот факт, что на АЗСках цена за топливо прям очень завышена. То же самое можно сказать и про канистры. Поэтому, если вы захотите заправиться, то делайте это строго у механиков. Также еще один полезный совет, если будете здесь работать. Не тратьте время на возвращение обратно на базу на своей фуре. Просто перезаходите в игру, и легче уже добежать до этого места, где припаркована моя фура. Тем самым, вы сэкономите не только топливо, но и свое время. Так как у нас произошел Payday, видим, что появилось и автомобильное топливо. Если в наличии есть топливо, либо же материал для оружия, то везите только их. Продукты крайне не советую брать, скоро вы узнаете почему. На второй раз я все же решил пройти весовой контроль. Занимает он 20 секунд, и можно смело заявить, что оно того не стоит, ибо мы получаем те же 3960 Vice City доллара. И кстати, в этот раз мне даже выпал ларец дальнобойщика. Хотя на данный момент эти ларцы прям сильно обесценились, но в любом случае приятно. На третий рейс я не получил никакого ларца, но зато заправился у механика, что стоял рядом. И снова просто перезаходим в игру, и добегаем до фуры. Как вы уже поняли, на Vice City существует только одна точка, куда нужно развести груз, но при этом существует три маршрута. Так как остров сам по себе довольно маленький, не сказать, что они занимают прям очень много времени. И примерно каждый из них вы проезжаете где-то за 4-5 минут. И снова сдаю груз, и не получаю никакого ларца. А тем временем, наличными у меня уже целых 78 тысяч 230 Vice City доллара. Лишь спустя на пятом рейсе я получил еще один ларец дальнобойщика. На шестом круге в меня врезался автобусник. Как вы заметили, мой груз взорвался и упал в воду. Если с вами случится то же самое, то просто отъедьте куда-то подальше. Ну а после возвращаемся обратно, и наш груз, как ни в чем не бывало, ожидает нас на своем месте. По итогу, друзья, выполнил я 10 рейсов, за что заработал 39 600 Vice City доллара. Если обменять эти верты на моем сервере, то выходит, что я заработал 4 миллиона 870 тысяч. Хоть это и неплохие деньги, в любом случае я считаю, что в моем случае оно того не стоит. Ибо я могу зарабатывать в два раза больше на том же пилоте, либо же адвокате. Но если вы новичок и хотите поиграть на Vice City, то почему бы и нет, можно взять в аренду у кого-нибудь фуру, ибо игроки здесь также их сдают, и немного поработать. Далее, друзья, я вернулся обратно на Гилберт, для того, чтобы сдать свой самолет в аренду на 48 часов за 18 миллионов. С учетом комиссии я получил 16 миллионов 200 тысяч, но и за скейт еще 2 миллиона. Итого, пока что на руках у меня 263 миллиона, но это без Vice City долларов. Так как, по сути, я больше не планирую работать дальнобойщиком на Vice City, я решил продать свою фуру. В какой-то момент мне даже, наверное, повезло, ибо я нашел игрока, который стоял около базы дальнобойщиков, и искал продавца на фуру. Я спросил, сколько у него есть денег, 480 тысяч, ну и по сути, это выходит где-то 59 миллионов на моем сервере, хотя напомню, что купил я эту фуру всего лишь за 41 миллион. Но по итогу, продать у меня эту фуру не получилось, так как у того самого игрока не было свободного слота для автомобиля, и мы, в общем-то, договорились встретиться с ним в другой раз, и тогда я смогу уже продать ему фуру. Возвращаемся снова на сервер Гилберт, здесь меня ждет моя вторая фура, а именно Вольво Трак, и просто ради сравнения я решил также сделать один рейс на дальнобойщике. Начинаем работу на кастомной фуре, ну и когда я решил загрузиться, то можно увидеть то большое количество прицепов, которые есть в наличии. Это говорит о том, что никто их не развозит, и на обычных серверах не столь выгодно работать дальнобойщиком. Я все же довез ту самую цистерну, за что получил всего лишь 176 тысяч. В то время, когда на Вайсити за один такой рейс мы получаем 480 тысяч. Но исходя из этого, выбор очевиден, если уже и работать, то только на Вайсити. Ну а на этом данная серия подходит к концу, всем спасибо за просмотр. Также вот победитель на розыгрыш из прошлой серии, отпиши мне вконтакте, чтобы забрать свой приз. Ну а сегодня давайте разыграем вот эту вот фуру, Вольво Трак. Условия как всегда простые, достаточно просто быть подписанным на канал, поставить лайк, в комментариях написать свой никнейм, неважно на каком сервере. Если что, я смогу эту фуру перенести на Вайсити и отдать ее вам там. И если хотите, чтобы следующая серия вышла как можно быстрее, то набираем здесь 1000 лайков. Всем до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok